Книга «Открытым оком», третий том, схема молитвы, вопрос 1061. Когда мужчина идет по улице в шапке, может ли он молиться в это время? А если нет, то как он исполнит слова Писания? «Непрестанно молитесь», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Когда вам нужно совершить крестное знамение, которое мы увязываем с молитвой, то на это мгновение снимите шапку, а остальное рассматривайте как хорисейство. В таком же порядке относительно покрывало на голове для женщин. Если вы не совершаете крестное знамение, можно ходить без платка. «Непрестанная молитва, каких только не дают толкований, это и учение сихастов, приучающих творить Иисусову молитву в такт сердцу, дыханию. Их учение мало чем отличается по этому вопросу от учения буддийских монахов. Мне нравится такое толкование непрестанной молитвы, когда мы творим добро многим людям, даже и не заботясь об этом. Потому что для верующего деятельная любовь, естественно, как дыхание, то люди благодарны Богу, что им облегчили их жизнь». 2 Коринфянам 9.13 «Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми». Мне очень нравится этот стих. Он дышит какой-то пренебесной благостью единения во Христе и говорит о Царстве Евангелия среди искупленных чад Божиих. «Исполнить бы этот один стих, и наша православная церковь стала бы неузнаваемой, не наложницей у мира, а засияла бы чистотую одежд твоей, как невеста Христа. Если облагодетельствованы тобой и живут вдалеке друг от друга, и, быть может, на другом конце земного шара, они благодарят Бога, прославляют Его, что ты на деле покорен тому Евангелию Христа, который проповедуешь, и искренне воспринял их беды и прислал им средства утешения. И это как бы твоя молитва, потому что ты вызвал этот гимн хвалы Господу. Это и есть непрестанная молитва, живительный запах. Песня песней 1.12. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Когда закат прощальными лучами, спокойных вод озолотит стекло, и ляжет тень, ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса, посланница небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес. С какой-то отрадой непонятной на Можий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятной покой уму и сердцу нахожу. И чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души, мне кажется, со мной в уединении, тогда весь мир беседует в тиши. Иван Савич Никитин Богу нашему слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.